Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире канала Архиз24, программа «Здоровье». И я, её ведущая, Лариса Шаманова. Начну программу по традиции с обзора новостей в медицине. В рамках 61-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, которая проходила в Вене в середине марта, в Минздравом России было проведено мероприятие, посвященное презентации российского опыта Организации наркологической помощи в стране. Ведущие российские ученые в области наркологии поделились международным сообществом передовыми наработками в этой сфере. В частности, российские эксперты представили статистические данные, наглядно свидетельствующие о сокращении числа лиц, потребляющих наркотики в немедикаментозных целях. Российской Федерации за последние 10 лет, а также стандартам лечения, в том числе антагонистам опиоидных рецепторов, доказавшими свою эффективность в ряде клинических исследований, проведенных в сотрудничестве с американскими коллегами. Презентации и доклады ведущих российских специалистов в области психиатрии и наркологии вызвали повышенный интерес у представителей международного профессионального сообщества, особенно в условиях развивающегося опиоидного кризиса в США и Мексике. В обсуждении актуальных вопросов приняли участие представители Канады, Швеции и Польши, а также Международного молодежного сообщества и других делегаций. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова подписала приказ о проведении в 2018 году Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении». Ключевой задачей конкурса является выявление успешной практики в этой области. Он будет проводиться по следующим номинациям. «Лучший инфраструктурный проект в принципах государственно-частного партнерства в здравоохранении». «Лучшая частная медицинская организация, участвующая в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граждан медицинской помощи. «Лучшая частная организация, осуществляющая аутсорсинг медицинских услуг. «Лучший субъект Российской Федерации по уровню развития государственно-частного взаимодействия в здравоохранении». Конкурс проводится в два этапа. С 1 мая 2018 года по 15 ноября 2018 года прием анкет заявок на участие в конкурсе. С 15 ноября 2018 года по 15 декабря 2018 года состоится рассмотрение представленных анкет заявок и подведение итогов конкурса. Церемония оглашения итогов конкурса и объявления победителя конкурса состоится в рамках российского инвестиционного форума в городе Сочи в 2019 году. В Карачаеве-Черкесии создано региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения – волонтеры-медики. Решение его создания было принято Координационным советом движения с целью эффективного развития добровольчества на территории республики и реализации указа президента Российской Федерации. В обязанности волонтеров-медиков будет входить оказание помощи людям в ходе массовых мероприятий, спортивных соревнований наряду с профессиональными медицинскими бригадами. Они также будут заниматься профилактикой пропаганды здорового образа жизни, организовывать различные всероссийские акции, в том числе мероприятия, направленные на борьбу с наркотиками, табаком, донорские акции. Наряду с регламентированным кругом задач волонтеров-медиков, возможно, привлекут к шефствам над социальными учреждениями, ветеранами и другими нуждающимися в медицинской помощи группами лиц. Многие люди занимались этим и до сегодняшнего дня. Однако теперь они все будут зарегистрированы, им будет предоставляться информация, и мы сможем подсказывать им, кто больше нуждается в их помощи и поощрять за активную работу. На базе медико-санитарной части города Черкеска недавно создан и уже активно функционирует Республиканский лечебно-реабилитационный центр. Что входит в его функции, какого рода медицинская помощь, расскажем в нашем сюжете. В этом медицинском учреждении заложены прекрасные традиции. Оно по праву считается одним из лучших в республике. И это, прежде всего, заслуга персонала. В лечебно-реабилитационном центре три заслуженных врача Российской Федерации, заслуженные врачи КЧР, заслуженные работники здравоохранения и ещё много профессионалов своего дела, которые, дав клятву Гиппократа, ни разу её не нарушили. В лечебно-реабилитационном центре оказывают качественную медицинскую помощь всем категориям жителей Карачаева-Черкесии. Диагностический комплекс центра имеет в своём составе отделение ультразвуковой диагностики, эндоскопическое отделение, клиническую, биохимическую, гематологическую, иммунологическую лаборатории. С 1 января 2018 года у нас на базе медико-санитарной части открыт лечебно-реабилитационный центр. К нам поступают больные со всей республики на реабилитацию. Это единственное, в общем-то, лечебное учреждение в республике, имеющее грязелечебницу. В том числе мы имеем и водолечебницу на базе отделения физиотерапевтического. Открыта у нас пелиотерапия, которая тоже, в общем-то, в республике является единственной. Больные, которые к нам поступают на реабилитацию, они проходят весь курс лечения. В структуру лечебно-реабилитационного центра входит стационар на 140 коек. Это различные отделения, включая гастроэнтерологическое. Здесь за год оказывают помощь более тысячи больных с гастроэнтерологической и эндокринологической патологией. И к каждому относятся по-особенному. Современное медицинское оборудование позволяет врачам осматривать внутренние органы, проводить диагностику и лечение без оперативного вмешательства. Эндоскопический метод исследования широко используется в гастроэнтерологии, хирургии, пульмонологии, гинекологии и дополняют другие способы по анализу состояния пациентов. Отделение неврологии лечебно-реабилитационного центра занимается диагностикой и лечением всех типов заболеваний нервной системы. При обращении в это отделение каждый больной может быть уверен, что специалисты приложат максимум усилий, применят весь свой опыт и знания для всесторонней диагностики проблемы и выявления диагноза, а также назначения эффективного лечения. Отделение сейчас создано на 60 коек. Руководитель, конечно же, под его чутким руководством создан кабинет лечебной физкультуры, физиоотделение. Стараемся как-то, в общем-то, поставить работу на должный уровень. С начала года при отделении неврологии открыт зал лечебной физкультуры, оснащённый современными тренажёрами, занятия на которых помогают пациенту быть в тонусе, что тоже немаловажно для преодоления недуга. Очень прекрасный инструктор, всё нам помогает. Заведующая в отделении чудесная, очень внимательная, нежная, очень чисто, питание хорошее. В лечебно-реабилитационном центре также успешно функционирует грязелечебница. Активно проводятся процедуры с применением лечебных грязей. Применяется парафинолечение. Грязь в основном назначают при хронических заболеваниях, при артрозах, артритах, поясничных андрозах и при опорно-двигательном аппарате только при хронических заболеваниях. А в голокамере, солевой комнате, пациенты не только лечатся, но и релаксируют. А ещё в лечебно-реабилитационном центре пациента могут пройти множество других не менее эффективных процедур. У нас в медсанчасти теперь реабилитационный центр. Практически весь набор физиотерапевтических процедур. Это и электролечение, магнито-ултразвуковое лечение, лазеротерапия, больное лечение, спелеотерапия и аппликации грязи и парафина. Одна из известных методик физиолечения, применяемых в лечебно-реабилитационном центре, подводный душ-массаж. Его действие, в принципе, аналогично классическому лечебному массажу, однако более выражено за счёт того, что тело больного находится в воде в максимально расслабленном состоянии. Сотрудниками отделения постоянно внедряются в практику новые алгоритмы обследования и современные методики лечения. Подобный подход позволяет вылечить практически любой недуг. Оксана Качкарова, Олег Молхожев, Станислав Сушков и Мурат Кемрюков. Архиз-24. В межсезонье повышается уровень заболеваемости респираторными и вежественными инфекциями как у взрослого населения, так и у детишек. Сегодня гость нашей программы врач-педиатр Республиканская детская больница Кедокоева Инна Ибрагимовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Инна Ибрагимовна, скажите, пожалуйста, действительно ли в этот период времени года возрастает количество простудных заболеваний у детишек? Да, действительно возрастает в весенний период года респираторно-вирусные инфекции. Естественно, это связано и с возрастом детей. Как правило, чаще всего дети болеют, это неорганизованные детки, неорганизованные детки меньше болеют, так как сталкиваются с этой всей проблемой, меньше. Дети, конечно, младшего возраста, школьного, тоже очень часто болеют. Естественно, это все верхние дыхательные пути, это средние дыхательные пути, ну и нижние дыхательные пути, вся заболеваемость в этом заключается. Скажите, пожалуйста, увеличилась ли обращаемость к вашей организации? Да, на самом деле вызовов становится намного больше в осенний, зимний, весенний период. Летом, конечно, меньше этого всего, меньше обращаемости в плане того, что какие-то вирусные инфекции. Ну, там тоже своя, конечно, специфика. Летний период тоже богат всеми заболеваниями, тем, что, допустим, много отравлений, детки много травятся. Также, естественно, это много часто, и возникают и ангины. Ангины, это все тоже, как получается, верхние дыхательные пути задействуются, но, опять же, эта структура, конечно, чуть по-другому проявление этих всех заболеваний. Инна Ибрагимовна, скажите, пожалуйста, как часто вызывают родители участковых педиатров на дом? Участковых педиатров на дом вызывают и достаточно часто. К этому, конечно, существуют свои показания для вызова врача на дом. Это, естественно, ребенок должен высоко температурить, рвота, понос, частый многократный стул называется поносом, понос обязательно, одышка, удушье, то есть, как правило, родители не понимают, как бы одышка и удушье, они все расценивают, как удушье, задыхается ребенок. Вот такие вот первые симптомы, которые, в общем-таки, поводом являются для того, чтобы вызвать врача на дом. Скажите, пожалуйста, до прихода доктора-педиатра на дом какие мероприятия может мамочка и родители оказать, собственно, ребенку самостоятельно? Допустим, температура, невысокая температура, если ребеночка можно обтереть водичкой, простой водичкой, если ребенок, тем более, там до года, у них очень высоко влага выходит через кожу, потовые железы, как правило, так хорошо у них не работают, ребенка можно обтереть, влажной салфеточкой, лобик, на лобик положить, вытереть, где сосуды близко расположены, это наши все сгибательные места. Дальше, конечно, можно повыпаивать банальной тоже обычной водой, комнатной температурой, ребеночка выпаиваем, 1-2 чайные ложечки, каждые 10-15 минут ребеночка обязательно нужно выпаивать, тем самым температурка, любая температурка, как правило, уходит на нет. Есть организм, конечно, борется при этом. Высокая температура уже не поддается таким методам, конечно, лечения, поэтому здесь уже прибегаем к жиропонижающим препаратам. Инна Ибрагимовна, мы знаем, что вы работаете в составе педиатрической выездной бригады, скорой помощи города Черкеска. Скажите, пожалуйста, с какими симптомами обращаются к вам скорой помощи? Очень часто и много вызовов, конечно, по поводу гипертермии. Это высокая температура, опять же, о чем я и говорила. Это первый повод, наверное, к вызову врача-педиатра по скорой помощи. Конечно, даже высокая температура с ней тоже мамочка может справиться, но не всегда получается, поэтому прибегают к вызову педиатра, вызывают и приходится оказывать, конечно, первую помощь. Сколько вызовов обходится в течение вашей смены? По-разному бывает. Сезон, конечно, до 12-13 вызовов за сутки может быть, но также может быть и больше и меньше. Здесь, в принципе, всегда есть вызова. Инна Ибрагимовна, скажите, пожалуйста, несвоевременное обращение за медицинской помощью, в частности, мы сегодня говорим о заболеваниях у детишек, каким осложнениям подобные легкие сначала казалось бы простудные состояния могут привести? Приводит на самом деле к большим осложнениям. Осложнения разные бывают, поэтому чем больше, тем быстрее мамочка обратится и получать будет ребенок своевременное лечение по соответствующему диагнозу лечения, тем быстрее, конечно, ребенок выздоровеет. Но не всегда своевременно мамочки обращаются за медицинской помощью, и это приводит, как правило, к осложнениям. Осложнения разного характера, конечно, тоже. В частности, у детей, и чем меньше ребенок вообще по возрасту, это, конечно, пневмонические очаги. Конечно, пневмонические очаги это уже посложнее и требует не только стационарное лечение, но и бывает так, что это доходит до реанимационного отделения. Поэтому, конечно, нужно своевременно обращаться, получать лечение и профилактировать, естественно, все эти заболевания. Инна Ибрагимовна, скажите, пожалуйста, в этом году в сравнении с прошлым годом увеличилось ли количество заболеваемости у детишек респираторными заболеваниями? Могу сказать точно, что вот такой эпидемии, как в том году, особенно вот этот февраль-март, в этом году такого не было. Связано, возможно, с тем, что, конечно, мы и больше профилактируем эти все состояния, меньше, возможно, скучность. Мы разобщаем все-таки детей. Это способствует этому всему, конечно, каникулы, особенно младший школьный возраст, детсады, конечно, их тоже надо раскучивать. Ну, раскучиваем, конечно, детсадовский возраст не получается так часто, как, допустим, школьный возраст. Поэтому, конечно, на детский сад приходится больше заболеваемости и чаще обращаемость, конечно, детсадовского возраста. Это, как правило, с 3 до 6-7 лет. Инна Ибрагимовна, расскажите нам, пожалуйста, более подробно о формах респираторных повышенных заболеваний у детей. Смотрите как. Здесь получается абдоминальная форма, это здесь диспептические, конечно, расстройства, тошнота, рвота, понос, многократный, жидкий, стул, ну и гипертермический синдром. Конечно, обращаемость с этим, с этими жалобами очень увеличилась. За последнее время очень часто обращаются, особенно с рвотами и с диареей. Конечно, это тоже является поводом для того, чтобы вызывать скорую помощь и особенно бригаду педиатрическую, для того, чтобы оказать тоже первую медицинскую помощь, ну и дальше уже получать именно медицинскую помощь, то есть врачебную помощь, в частности, можно проконсультировать, допустим, амбулаторно лечиться или же уже стационарно лечимся. Расскажите нам, пожалуйста, кроме как с вирусными и респираторными заболеваниями, с какими еще жалобами обращаются к вам в организацию? Также детишки обращаются с желудочно-кишечными заболеваниями, заболевания почек, сердечно-сосудистой системы, заболевания нервной системы, конечно, ребенка мы должны обследовать и уже прибегаем к консультации узких специалистов, невропатолога, кардиолога, гастроэнтеролога, также обследуем ребеночка все инструментальные методы обследования, УЗИ, ЭКГ, лабораторные методы обследования, общий анализ крови, развернутый анализ крови, моча, биохимические анализы крови, мы уже ребенка обследуем комплексно с этими заболеваниями и здесь не приходится одному педиатру это все лечить и ставить диагноз в общем-таки. Инна Ибрагимовна, расскажите нам, пожалуйста, о работе участковых педиатров, о так называемом принципе участковости. Принцип участковости, конечно, здесь смотрите как. Обязательно, конечно, ведется прием детей. На приеме не меньше четырех часов в детской поликлинике. За это время мы принимаем не меньше, чем, наверное, не меньше, чем 40, 30-40 человек, то есть детей. Также после приема у нас вызова. Вызова тоже. Как поступят вызовы, сколько поступит вызовов. Ну, допустим, это может быть 3-4, а то и 8-10. Все эти вызова обслуживаются на дому. То есть это обслуживание на дому. На дому, да. Также, если есть в этом необходимость, допустим, ребеночка, можно госпитализировать. Точно так же направление написать и госпитализировать в детскую больницу уже, свое отделение. Также у нас с 1 апреля начинает в полной мере функционировать приемное отделение новой больницы. Новое отделение у нас построилось благодаря, наверное, нашему нынешнему уже президенту Путину. также туда переедут все хирургическое отделение из КЧРБ, офтальмологическое отделение, детское офтальмологическое отделение, лор-отделение, детское. Так что все специалисты и узкие у нас уже будут и в стационаре тоже. Все это будет прикреплено к детской больнице и уже будет функционировать в полной мере с 1 апреля. Спасибо. Инна Ибрагимовна, скажите, пожалуйста, о заболеваниях первого года жизни и как часто эти детишки обследуются врачами на дому? Ребеночек до года, конечно, это особый контингент. Так как ребенок не умеет говорить ничего, ни на что, он не жалуется. Естественно, здесь очень важна наблюдательность мамы. Все жалобы, в принципе, это все от мамы исходит. Естественно, ребеночек до года чаще болеет, у него более, быстрее наступают все осложнения, которые вообще возможны быть у детей. Поэтому, конечно, наблюдательность мамы очень важна и обращаемость мамы должна быть в первые сутки. Лечение ребенок должен получать тоже с первых часов заболевания. Поэтому, обращаю внимание всех мамочек, нужно обращаться, особенно дети до года, пристальное внимание к ним. Инна Ибрагимовна, вернемся к вирусным респираторным заболеваниям, возникающих у детишек. Скажите, пожалуйста, какие меры профилактики вы бы могли посоветовать нашим мамочкам, родителям? Меры профилактики заключаются, конечно, несложные. Давайте так скажу. Первым делом, конечно, дети садовского возраста, они чаще всего болеют, поэтому их профилактировать, конечно, в первую очередь нужно. Первым делом, конечно, пришли домой, умылись, руки помыли. Обязательно ребенок должен гулять каждый день. Дети садовского возраста, как правило, гуляют. Дети младшего возраста, они, конечно, не выходят, редко когда выходят. Мамочка, не любая выведет ребеночка, чтобы погулять хотя бы 15-20 минут. Поэтому обязательно ребеночек должен каждый день дышать свежим воздухом. профилактика также заключается не сталкиваться с вирусными инфекциями. Банально носим масочку, одноразовая масочка, которая меняется в течение дня, хотя бы два-три раза в день. И то, если это больше в семье кто-то болеет, да, домой пришли, конечно, желательно носить масочку, потому что тот, кто уже болеет, естественно, он переносчик этого всего, естественно, не хочется, чтобы ребеночек маленький, допустим, садовского возраста чаще всего они заболевали. Витаминизированное питание, естественно. Каждый ребеночек ежедневно должен употреблять фрукты, овощи. И должно это входить в ежедневный рацион любого ребеночка. Дальше, конечно, это уже медикаментозная профилактика. Оксалиновая мазь. В принципе, любая мамочка знает о том, что можно мазать носик перед выходом из дома оксалиновой мазью, буквально носик помазали и пошли. Инна Ибрагиновна, скажите, пожалуйста, какие у вас будут пожелания детскому населению нашей республики и их родителям? Пожелания мои, конечно, заключаются в том, что вовремя надо обращаться мамочкам по телефонным номерам неотложной помощи. Это 26 29 46. Также для вызова врача на дом участкового 26 10 50 и станция скорой помощи это телефон 103. Хочу также пожелать моим любимым, дорогим мамочкам и детям с моего участка крепкого здоровья, счастья, удачи, чистого неба над головой. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам на передачу. Мы вам желаем всего самого доброго. Спасибо. А я напоминаю, что гостем нашей программы сегодня была детский врач Республиканской детской больницы Кедокоева Инна Ибрагимовна. Уважаемые зрители, у вас есть возможность задавать свои вопросы специалистам Минздрава Республики, врачам, фельдшерам и всем тем, кто уже был или будет в перспективе гостем нашей программы. Мы принимаем вопросы на медицинскую тематику по электронной почте. Адрес вы видите на своих экранах. Пишите, звоните. Мы постараемся найти ответы на волнующие вас вопросы. На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Встретимся с вами через неделю в это же самое время. Будьте здоровы. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова